История Мистершмиттов Чкалов был категорически против полёта, но Чкалов всё равно полетел. А что такое Чкалов? Чкалов не мог решить лететь или не лететь. В армии есть приказ. И будешь хоть бить трижды звезда на лебосклонах. Ты не имеешь права. Что случилось? Нет, дело в том, что в конец года вы знаете плановая экономика. В этом году можно сдать самолёт. И если ты его до конца года в небо не поднял, ты план не выполнил, ты нарушил задание партии правительства. Для 1938 года это могло заплачивать очень и очень плачевно. Поэтому, конечно же, государственная поликарка была очень заинтересована, чтобы самолёт поднялся в небо до 31 декабря. Дальше Чкалов. Ну во-первых, человек усар, понимаете, такой бесшабашный, но лихой. В этом году он запросто мог согласиться. А с другой стороны, вы поймите, первый полёт. Там ничего сложного то не было. Полёт по кругу над аэропромом. Он содержит 600 метров. Даже шасси законтрили, чтобы на всякий случай, чтобы не отказывались. Чего снялся шасси? Их вот, ну в шасси как бы законтрили. Да, зафиксировали. Чтобы нельзя было их убрать. То есть он летел, как и улетел. Да. Но это надо, потому что если там неисправность какая-то, то есть улетел. Их в принципе задание это полёт по кругу. Не надо скорость большая. Не надо пилотаж никакой крутить. Поэтому там шасси большую роль и не играет. Это был простейший вид от полёта. Как я понимаю, первый подъём это самолёт. Они все так выполняют. Первый полёт это полёт по кругу. Что произошло? Потому что работала, наверное, комиссия. Техническая. Её луну какая-то есть. Погибник кто-нибудь изоткал. Да. Это разбиралось. Включение с технических экспортистов. Дело в том, что он совершил как я личностая роковая ошибка. Ведь в полётных заданиях чёрным кабинетом был записан один круг на аэродром. На Patch. На утром ещё высоту. На Гокиняге на Omega 2 В полётных заданиях. В полётных заданиях полошить. Волётный заданий. И изменили в оборудовании.